Здрасте всем, с вами Форд и сегодня я вам покажу самый легкий способ, как сделать иконку для оружия. Так, давайте создадим торус. Вот такой он у нас будет. Нажмем на эту кнопочку, чтобы поворачивать по точным координатам. Повернем его на 90%. Дальше мы зайдем в материалы. Зайдем в Maps, Diffuse Color. Выберем вот этот, Fall Off. У вас такой список, можно его поменять на такой. Ок. Сейчас видно иконку. Можете посмотреть с этим материалом, как она будет выглядеть. Вот такая вот. Но мы немного изменим это все. И поставим вот это сюда. Создадим посередине точку. И поднимем ее до вот такого вот уровня. И даже можно чуть выше, чтобы более края были видны. И теперь это более красивее выглядит. Конечно, это не так видно, но... Тут это видно лучше. Теперь, чтобы везде не было одинаково, давайте создадим свет. Зайдем в Lights, Omni, в стандартные. И создадим тут вот свет. Поднимем его. Ну, примерно так. Опять пойдем перед кружочком. И посмотрим, как это все выглядит. Свет не так уж видно. Так что давайте его еще поднимем. И вот сюда. Сейчас это видно лучше. Тени все. Давайте поставим его посередине. Теперь можно отрендерить. Ну и тут можете посмотреть. Дальше что мы делаем. Мы сохраняем круг. Так. Чтоб очень далеко не был. Да, вот так вот нормально. Чтоб было место под ним. Обязательно, чтобы потом вы могли еще добавить тень. Так, сохраняем это. Формат PNG. Save. Ставим точку на 44 бит... На 48 бит. Сохраняем. Можно закрыть это все. Идем в Photoshop. Открываем его в Photoshop. Дальше. Рисуем тень простым. Делаем новый слой. Делаем такую тень. Теперь заливаем ее в черный цвет. Теперь местоположение отрегулируем. Она примерно тут должна быть. Давайте поставим ее под кружочек. Вот так вот. Чтобы середина тени была обязательно... Обязательно на середине кружочка. Дальше мы... Зайдем в свойства кружочка. Нет. Дальше мы применим фильтр. Blur. Motion. И немного... Сузим это все. Сделаем так. Один раз. Фильтр Blur Motion. И один раз по ширине. Уравниваем на ноль. И делаем по ширине. Вот так. Чтобы это более было похоже на тень. Кружочек можем, конечно, зайти в Ctrl-T. И сделать немного поуже. Так как, чтобы в игре он не был овальным. Ну, вот так вот примерно. И дальше все это дело сохраняем. Save File for Web. Save. Так. Replace. Так. И дальше можем посмотреть уже, что у нас получилось. Конечно, тень ее немного большая. Ее можно уменьшить. Таким вот способом. И обязательно ставить под кружочек. Ну, и вроде все. Спасибо всем. С вами был Форд. До новых встреч.